Под березовики, маслята, луговые опята – далеко не полный перечень грибов, на которые уже начали охоту поклонники куляний по лесным тропам. Вот эти свинушки Альберт собрал. В Исакогорском районе за ведро просит 300 рублей. Ну, состажим грибник, да? Ну да, уже. Здесь своя занимаюсь. А каких местах? Ну, места это разные. Есть марийские, есть чувашские, есть здесь. Правда, специалисты трубят, свинушки опасны для здоровья. Печально, на самом деле, что они еще и продаются. К тому же, свинушки официально отнесены к категории ядовитых. Их, в общем-то, такая вот, как сказать, черта особенная. Они имеют кумулятивный эффект, их яды могут накапливаться десятилетиями в организм. До войны в императорскую Россию никто свинушки не собирал. В лесах Зеленодольского района опытных грибников ждет своя награда. Какой красавчик сидит. Вот это мой лоз за сейчас прогулки. Грибы, которые растут в черте города и которые мы и собираем, нельзя употреблять в пищу, говорят специалисты. Кстати, и на деревьях растут грибы, которые можно кушать, но только с соблюдением некоторых условий. Мы сами видим трутовик серно-желтый. Последнее время стал довольно популярным среди грибников. Используется в пищу в молодом возрасте. В общем-то, имеет такой очень специфический вкус, который некоторые сравнивают со вкусом курицы. Так, вот это что это такое? Ну, это навозник, в общем-то, довольно распространенный гриб. Навозник ему называется, потому что любит обитать в местах, где много органики. Это шампиньоны, шампиньоны луговые. В общем-то, довольно часто встречаются в городской черте. Тоже на таких вот зеленых участках, каких-то пятачках. Скоро жители республики ожидает новая волна роста грибов. Это где-то середина июля, начало августа и третья волна осенняя. Но на самом деле есть еще и четвертая волна. Это поздние осенние виды грибов специфические очень. А вот такие люди же травятся, бывает такое. Ну, во всех грибах можно найти отравление. Если неправильно их готовить. А вы сами не как-то избегали? Нет, никогда не было. Марсей Бегбаев, Максим Алов, Максим Зуйков. Телеканал «Эфир».